Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания Коринфянам, седьмая глава. Собственно говоря, женская тема неоднократно выходит на передний план в этом послании, и в седьмой главе, достаточно просторной и большой, по сравнению с другими главами послания, апостол Павел обращается к отношениям между мужьями и женщинами, и вообще к теме брака как такового, высказывая свое отношение и понимание. К христианскому браку в целом. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Ну, во-первых, мы видим, что апостол Павел ссылается на письмо Коринфян ему. Итак, мы помним, 5 глава, 9 стих, апостол Павел написал в Коринф, и, очевидно, Коринфян ему ответили. На этот ответ он ссылается здесь, в начале седьмой главы, и очевидно, что в этом ответе были некие недоумения и вопрошания, которые калинфяне адресовали апостолу Павлу. И вот здесь он по ходу дела, по ходу своего письма отвечает на эти столь важные и живописующиеся темы. И мы видим, насколько различна, насколько неоднородна была Коринфская церковь. То есть были довольно тяжелые, вопиющие телесные грехи, и тоже были люди, которые, может быть, в избежании. И этого они настолько были ревности, что решили, что вообще лучше ни в какой контакт телесный с женщинами не вступать. Но апостол Павел, предупреждая такую ревность, он говорит, что лучше все-таки каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. «Муж оказывает жене должное расположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, ровно как и муж, не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласованию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас татана невоздержанием вашим». Итак, апостол Павел хочет предупредить это состояние какой-то такой непомерной ревности, решительности, и предупредить, зная о том, что очень часто действительно люди пытаются очень быстро скарабкаться наверх, но это желание, оно нередко заканчивается последующими падениями, вот, поэтому во всем должна быть некая постепенность и поэтапность, вот. И он говорит о том, что действительно люди, которые живут в браке, они должны иметь расположение друг о другу. И дальше, продолжая эту тему, говорит, впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Еще один важный аргумент, еще один пункт, по которому апостол Павел решает те проблемы, которые стояли перед коринской общиной. Он ссылается на свой пример, об этом мы уже говорили неоднократно, и действительно, в новообразованных церквях, в которых, собственно говоря, еще не было ничего, что связано с христианской традицией, ни библейских книг, ни последующих всех решений, богослужений и так далее. Пример человека, который приводил людей к вере, был чрезвычайно важен. Именно он становился ориентиром, маяком, на который люди смотрели, который люди оценивали. Он был точкой отчета, от которой дальше люди шли путем христианской жизни. И здесь апостол Павел приводит пример сам себя. Он делает это неоднократно на протяжении посланий. Мы дальше с вами встречаем фразу «подражайте мне, как я Христу». То есть апостол Павел тем самым выставляет себя неким эталоном. Можно сказать, насколько это правомерно, насколько это должно. Уже речь шла о том, что действительно коринфские христиане очень слабо чувствовали свою связь со Христом. Она немножко растворялась в особенности той новой жизни, с которой они столкнулись. И апостол Павел, для которого действительно Христос определял все, он пытается и свои представления, свой опыт предложить своим адресатам. Ибо желая, чтобы все люди были, как я. То есть сам апостол, он всецело посвятил себя Богу и служению ему. И, конечно, хотел бы, чтобы и тех, кого он привел к Богу, жили, если не так же, то, по крайней мере, в чем-то похожим образом. «Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошим оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак я повелеваю, но Господь жене не разводится с мужем. Если же разведется, то должен оставаться безбрачным или примириться с мужем своим, а мужу не оставлять жены своей. «Впрочем же, я говорю о негосподь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующую, он согласен жить с ней, и не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы». Итак, вот те проблемы, которые встали перед Каримской церковью, и, наверное, эти проблемы, они сохраняют свою актуальность и по сей день. Тема развода, она никуда не исчезла. И, в общем-то, мы понимаем, что и луна церкви, и стены церкви, они не всегда могут спасти людей от этого довольно драматичного и трагического шага. И этот вопрос, он не является предметом нашего времени. Он, как мы видим, был предметом рассмотрения апостола Павла и тогда, когда он писал в 60-х годах первого столетия свое послание к Коринфянам. Итак, какие же решения он предлагает? Он говорит о том, что развод между христианами невозможен. И здесь он ссылается даже не на свое мнение, а на повеление Господня. Мы помним эти евангельские слова, когда Христос говорит о том, что изначально брак был создан не для того, чтобы люди разводились. Матфея 19 глава и параллельные места. Если же одна половина в браке состоит в церкви, а другая нет, то здесь многое должно зависеть от того, насколько вторая половина, будь то муж, будь то жена, готовы соседствовать, готовы жить вместе, вести общее хозяйство, быть семьей с той половиной, которая перешла в церковь, и, естественно, с той новой жизнью, которую люди ведут. Мы понимаем, что эта проблема, она сохраняет свою актуальность не всегда, будь то муж, будь то жена, готовы принять те убеждения, те новые цели, те заповеди, по которым люди, установки, строят свою жизнь. И поэтому здесь очень много определяется согласием супругов, приоритетом их любви, их отношения друг с другом. И апостол Павел говорит о том, что даже если одна половина неверующие, все равно дети святые, они изначально по рождению принадлежат церкви, как в случае еврейской традиции, где если один из супругов все равно принадлежат народу Божьему мужчинам, то означало, что и дети, они тоже посвящены Богу. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводятся. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». То есть для того, чтобы сохранить мир, для того, чтобы не было разногласий, для того, чтобы не было споров или обвинений, апостол Павел говорит, что лучше уступить, и брак может быть расторнут. «Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа, или ты муж, знаешь, не спасешь ли жену?» То есть, конечно, иногда людьми руководит самонадеянность. Они уверены, что они-то смогут привести свою вторую половину к Богу, но это получается далеко не всегда. И это нужно признать. Такая самоуверенность, она очень часто бывает обманчива. И апостол говорит, что каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Здесь мы видим еще одно очень важное повеление, еще одну важную установку, которую руководствует апостол Павел. Он пишет, «Так я повелеваю по всем церквям признан, кто обрезанным, не скрывай себя. Признан ли кто не обрезанным, не обрезывайся. Обрезанное ничто, не обрезанное ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый, оставаясь в том звании, в котором призван». Апостол Павел говорит о том, что не нужно ничем менять в жизни. Обрезание, то есть принадлежность к иудейскому народу, уже не сообщает человеку никаких привилегий перед Богом. К этому нет смысла стремиться, потому что для Бога важен не этот внешний факт, а соблюдение заповеди Божьих, то есть следование тем установкам и решениям, которые предлагает для жизни Бог. Вообще, апостол Павел, продолжая эту тему, говорит, «Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если можешь, сделайся свободным, но лучшим воспользуйся». Ну, очевидно, апостол Павел говорит о том, что даже человек, в общем-то, стих может быть прочитан по-разному, но, по-видимому, апостол Павел оправливает даже здесь состояние рабства, потому что он говорит, «Ибо раб, призванный в Господь, есть свободный Господь». То есть, другими словами, даже если человек в рабстве, он все равно для Бога он свободен. Ровно как и призванный свободным, есть раб Христов. То есть, свобода внешняя еще не означает внутренней свободы. Человек должен быть ограничен. Он должен помнить о том, что он является рабом Христа, принадлежит Господу. «Вы куплены дорогую цену, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Итак, вот, собственно, главное требование, главная установка, которой руководствуется апостол Павел. не нужно в данный момент ничего менять. Нужно пытаться переустроить свою жизнь и даже каким-то очевидным образом ее улучшить. Для нас это может быть несколько странным, почему апостол Павел такое требование выдвигает, почему он, наоборот, казалось бы, должен наставлять своих адресатов, чтобы они каким-то образом поменяли свою жизнь. И ответ мы встречаем дальше в последующем тексте. «Относительно девства я не имею повеления Господа, я даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Что это настоящая нужда? Мы сейчас с вами это увидим. «Серен ты женой, не ищи развода, остался без жены, не ищи жены, впрочем, если женишь ты, не согрешишь, если девица выйдет замуж, не согрешит». Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие. Другими словами, апостол Павел ожидает скорой перемены всего мира. Он ожидает по-русски второго пришествия Христа и то, что этому миру существовать осталось совсем недолго. Мы с вами хорошо знаем, что вообще всей ранней церкви было присуще ожидания второго пришествия, и оно зафиксировано как в апостольских посланиях, так и в евангельских текстах. И вот понятно, что если какой-то апостол Павел время коротко, если вот-вот уже все прервется, прекратится, если возвратится Христос и Царствие Божие наступит, значит, понятно, что в этой ситуации менять что-либо в жизни не стоит. Это, в общем, совершенно не нужно, да, потому что оно, эти улучшения, на которые человек потратит время, силы, готовность, умения, оно все, собственно говоря, никак не улучшит его положение вечности. И поэтому он говорит, что «Да плачащий быть, как не плача, радуешь, как не радуешься, покупаешь, как не приобретающий, и пользующий мир им всем, как не пользующий, ибо проходит образ мир сего». То есть обычно с чем связаны какие-то радости или печали, с тем, что приобрел, человек что-то не приобрел, получилось ли у него, получилось, вышло или же нет. И вот как бы эта поглощенность миром, это желание что-то приобрести, изменить, улучшить, она должна в настоящий момент с точки зрения апостола Павла сойти на нет, потому что он напоминает о том, что проходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем как угодить Господу, а женатый заботится о мирском как угодить жене. Другими словами, апостол Павел воскрешает тот аргумент, с которого начал этот разговор, он сказал, хочу, чтобы все были как я. То есть сам апостол Павел всецело посвятил себя Богу, с ним целиком и полностью связал свою жизнь. Служение Господу для него является определяющим, первостепенным. И он, поэтому, конечно, хотел бы, чтобы и тех, кого он привел к вере, и те, кто переступили порог церкви, они бы тоже сейчас, вот в этот момент, в момент напряженного ожидания второго пришествия, служили бы Господу, чтобы они не разменились на семиминутное, чтобы оно не завладевало их сердцами, чтобы не эти семиминутные задачи были целью их жизни. И поэтому, да, что я говорю о том, что хочет, чтобы все действительно люди благочину служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, чтобы она была, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть сделает, как хочет, не согрешит, пусть таковой выходит замуж. Но кто неупоколебимый твердый, сердце своем, не будучи стесняем нуждой, но будучи властью на своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Ну, а здесь, на самом-то деле, не очень понятно, речь идет об отце девушки или об ее женихе, к кому, собственно говоря, обращается апостол Павел, решая вопрос о том, что сохранить ли девцу или выйти замуж. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, да, коли жив муж, если же муж и умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Тоже важное замечание, что повторный праг для христианинки или для христианина должен быть только с верующим человеком. Но она в блажении, если останется так, по моему совету, а я думаю, что и я имею Духа Божию. Вот, собственно говоря, и мы видим, что действительно апостол Павел, он, решая эти непростые для всех времен задачи, прежде всего, исходит из самого себя и напоминает своим читателям о том, что и он имеет Духу Божию, что это не просто человеческое решение, это не просто предпочтение одного другому, не просто лишь себя он выставляет как некий эталон, говоря о неком, несомненно, преимуществе, действенности над браком в условиях ожидания второго пришествия. Но в то же время ссылается на свой духовный опыт, на наличие у него Духа Божия. И тем самым подчеркивает именно Бога вдохновенность тех решений, которые он принимает. И понятно, что эти решения, они, может быть, с одной стороны, сохраняют, несомненно, свою актуальность, потому что, действительно, незыблемость брака, она для христиан является первоцепенным. С другой стороны, не все, о чем говорит апостол Павел, прошел проверку времени, мы понимаем, что те ожидания, которыми жили ранее церковь, она эти ожидания, время их не подтвердила, но в то же время мы понимаем, каким образом апостол Павел строит свою аргументацию. Он пытается вести Христа как что-то первостепенное, что должно присутствовать в жизни каждого христианина, что служение Господу, оно должно определять его жизнь, чем бы человек не был занят, чем бы он не занимался, как бы он не хотел переустроить и переменить свою жизнь, все равно именно от Господа в жизни он всегда должен отталкиваться и все равно Господу должны вести все принимаемые им решения и пути. Субтитры создавал DimaTorzok